всем привет давненько мы не слышались и уж тем более не виделись скажите пожалуйста отлично слышно хорошо прекрасно хорошо 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 отлично я немножко извиняюсь за свой голос в начале недели простудился думал окончательно выздороветь выходным почти выздоровел поэтому буду надеяться что моя маленькая небольшая болезнь простуда не помешает к нашему сегодняшнему занятию так смотрите во первых спасибо что пришли народа конечно немного видимо все откидки что у нас суббота вебинары будет время еще привыкнуть обратно соответственно всем большое спасибо еще раз что пришли и сегодня наше с вами занятие будет посвящено вопросу привлечения целевой аудитории в ваш магазин и занятие довольно-таки большое по длительности я думаю что она будет идти в районе двух с половиной часов и пол третьего по москве это четырнадцать тридцать в москве скорее всего будет завершим в середине будет небольшой перерыв на 5 на 10 как обычно и собственно вот так и новостей что интересно можно сказать из новостей из новостей в принципе все по-прежнему практически у всех уже сайт установлены большинство работают остались единицы которые не получили сайт вот я надеюсь они понимают что время вытекает если вы действовал вы должны поднимать вот времени остается все меньше и меньше учитывая что через две недели я уже буду плотно подходить к проверке вашего сайта сразу после того как мы станем заединиться в москве вот напоминаю что в москве мы встречаемся 30 мая а в 31 мая у нас с вами теплоходик если меня не слышно как обычно мы перезагружаем страничку и все хорошо нет в дублирующем компьютере я тебя прислышу довольно таки неплохо и так ну что ж тогда поехали давайте приступим так что у нас сегодня закланировано сегодня мы обсудим кто такая целевая аудитория зачем она нам нужна что она себя представляет мы рассмотрим на классические ошибки на старте которые так сказать грабли я бы сказал даже так на которые наступает большинство людей которые только только открывают свой магазин вот обсудим быстрый способ привлечения покупателей которые вот можно использовать вам уже с момента окончательного наполнения магазина и проведения аудитории с моей стороны и самое главное в конце этого занятия я оставлю именно приоритеты то есть сегодняшнее занятие оно не будет носить такой смысла что вот вам что-то делаете с этим я четко вам в конце занятия распишу с чего нужно начинать чем продолжать и что нужно будет в принципе сделать по шагам для того чтобы поставить ваш на рельс с точки зрения привлечения целевой аудитории вот так что способов привлечения целевой аудитории их великое множество их безумное количество то есть 15-20-25 способов можно сходу называть легко вот но за все сразу потата сами понимаете это нет никакого смысла учитывая что вы если попытаетесь захватиться вы просто просто не сможете качественно проработать каждый из них из этих способов поэтому сегодняшнее наше занятие будет посвящено я так называю сообразная постановка интернет-магазина на рельсе с точки зрения привлечения целевого аудитории будут использоваться базовые способы про большинство из них уже слышали наверняка особенно те у кого уже есть интернет-магазин но тем не менее основным так сказать основной задачей сегодняшнего нашего с вами занятия я считаю это как раз таки правильная постановка приоритетов с точки зрения привлечения ца вот это очень важный аспект потому что все читали различные статьи примерно понимают как можно привлекать трафик на сайт вот но с точки зрения приоритетов у всех большая каша в голове вот и перед тем как мы продолжим у меня там небольшой вопрос скажите как вы сами планировали привлекать к себе на сайте то есть трафик как вы планировали это делать как у вас в голове сидит и у вас голове приоритет давайте я вот так у вас прошу с чего бы вы начали привлекать целевую аудиторию и чем бы в этом продолжили например так контекст хорошо seo директ контекстная реклама директ соцсети низкочастотные компенсации через 5 контент директ отлично много идей хороших соцсети стати директ отлично ну в принципе вы охватили но не самые основные способы если все вместе взять и вент на улице создачи визитных листовок ну максимум тоже да почему бы и нет хорошо так ну что ж как приятно работать с аудиторией которые на хорошие вопросы отвечают такими же хорошими правильными ответами пожалуйста так идем дальше а как вы думаете какие самые основные ошибки начинающих людей которые только-только создали магазин и вот решили привлечь его аудиторию если кто-то уже это был в таком месте а то как вы считаете какие ошибки совершали контекст сразу дают артём почему это же прочитаете просто интересно александр села почему села ошибка реклама в средние частотных в яндексе покупка села почему нельзя расскажите мне пожалуйста так как сайт молодой сел вначале не дает результатов внешней оптимизации так ну да 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 больше черная сила и потому что куча товарищи сразу пусть все да это есть такое дело звоночки сразу начинаются много же денег принципе с большинством да даже не большинством практически совсем соглашусь да ну просил мы еще поговорим сегодня потому что эта тема вообще необъятная кстати видели я в нашей группе выложил документик где четко рассказано про внешнее поисковое и внутреннее поисковое продвижение я к вам я крайне рекомендую вам скачать его вот это написал довольно известный человек в сево области дмитрий шахов более того я неоднократно проходил у него курсы и работал с ним вот и могу целиком помнить вам сказать что его мнению можно доверять вот и более он специально написал эту книгу для того чтобы простым языком объяснить что такое продвижение с чем это вообще едят то есть там много будет пересечения с информации данного курса вот но тем не менее да все правильно ведь александр он специально написал текст так чтобы его мог понять непрофессионал так что если кто-то еще не скачал по скачайте это подверг по обязательно пробегитесь по ней учитывая что мы тоже частично проходили в тренинге я думаю что многое вам сразу станет понятно и прояснится еще по ошибкам которые я замечаю среди тех людей которые только-только открывают магазин это то что я уже чуть раньше это попытка хвататься за все подряд вот этого я хочу вас научить делать так что подали за все подряд силу того что действительно реально одна из самых популярных ошибок потому-то магазин начинают звонить текстники и сеошники из тизерных сетей откуда угодно из предлагает группа продлилась в итоге весь этот вал скапливается валится на владельца магазина учитывая что в большинстве случаев он один единственный человек который всем этим рулит вот и он пытается туда денег дать туда денег дать туда денег дать и в итоге результат по большому счету непонятен то есть отсутствие системы вот что я имею ввиду система должна быть и мы сегодня в рамках этого занятия с вами эту систему построим и вторая а нет не вторая и еще один момент который хочу вам сказать спросить точнее у вас третий вопрос и все и поэтому перед занятием заканчивается без чего нельзя начинать привлекать трафик на сайт какое должно быть обязательное условие выполнено это мы уже кстати говоря затрагивали как вы думаете без чего нельзя привлекать трафик на сайт тест ниши ну это наверное без чего нужно делать магазин в целом контент 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 без денег хорошая площадка склад без сайта корзина без наполнения контента пока правильного ответа нету без наполнения как ну как бы не то что правильного ответа нету все это также в общем и целом отражает без чего нельзя понятно что без контента смысл привлекать трафик толку от этого будет никакого системы покупатели без правильных посадочных страниц посмотрите да большинство из вас конечно же правы но основная вещь про которую как это не удивительно забывают очень многие люди которые приходят допустим новички приходят они создают магазин запускают туда трафик через контекст то же самое потом выходит ко мне с вопросом а почему у нас ничего не покупается так вот вы удивитесь удивитесь но у многих на процентов у 40 магазинов не стоит на сайте аналитика отсутствует или яндекс метрика или google analytics чаще просто метрику ставят все на этом заканчиваете смотрим каждый день посещая вас не больше но для меня это был реальным шоком то есть люди реально запускают трафик на свой сайт платят деньги естественно и никак не контролируют то как посетители работают сайтом понимаете вы с вами учитывая что вы занятие по аналитике притащили вперед вот по плану вы должны были пройти естественно изначального по изначального плана но тем не менее это очень важный момент который мы естественно нашим деньги не забудем но такие примеры были без правильно настроены аналитики привлекать трафик на сайт категорически запрещено воду вылили опытный поэтому я думаю об этом догадывались для вас наверно уже само собой разумеющиеся поэтому вы скорее всего этот пункт в ответ на этот вопрос и не вставили так ну окей хорошо спасибо большое что ответили на вопросы сейчас мы с вами давайте попытаемся некоторым образом визуализировать ваши первые шаги точки зрения запустили сайт и перед вами стоит задача привлечь трафик к вам спустите вашу целевую аудиторию посетители которые вы будете в дальнейшем тренировать в ваших покупателей с помощью вашего магазина так вот давайте представим что вы идете по такому своеобразному виртуальному болоту перед вами большое болото вот вам вот там там . с контекстной рекламой там . села там . с сетями еще с чем-нибудь и вам нужно правильно пойти это балл для того чтобы окончательно поставить свой магазин на рельсе как называют то есть отработать все основные способы привлечения целевой аудитории на сайте ответственно перед вами стоит задача пройти это болото внести бюджет отработать как минимум в 0 еще лучше плюс вот и добиться стабильного результата с точки зрения продаж то есть вот вы идете как я вам буду рекомендовать идти по этому болоту перед каждым шагом таким палочкой почвы перейдем как туда наступить что я имею ввиду я имею ввиду что вот перед вами есть несколько способов привлечения целевой аудитории при котором мы будем сегодня с вами разговаривать это отступление небольшой да вот такой визуализация специального говорю что вы поняли того механику то есть вот болото года наступить туда можно наступить туда можно наступить там еще куда-то соответственно что нужно делать тихонечко тыкам палочки в каждый способ получаем какой-то маленький крошечный может быть результат допустим возьмем к веру контекстную рекламу у многих из за участие довольно-таки обширной патологии то есть до 1000 товаров и даже больше соответственно не нужно сразу сначала грохать контекстную рекламу на весь сортимент выбираем допустим какой-то какую-то одну категорию товаров это касается сейчас всех даже если у вас 100 товаров может быть имеет смысл не на все 100 товаров продавать рекламу нам нужно прощупать сначала аудиторию и самое главное прощупать вашим магазин с точки зрения конверсии поэтому берем маленький кусочек рекламы готовим готовим рекламу запускаем первый трафик на сайт ощущаем определенный эффект в виде посещаемости в виде продаж в виде вопросов в виде звонков в виде каких-то других мини-конверсий в виде обратных звонков купить в один клик и так далее ощущаем эффект вносим коррективу рекламную кампанию потому что в 90 процентах случаев созданная рекламная кампания нуждается в дальнейших доработках и расширении с точки зрения ассортимент или расширение с точки зрения регионов пока да и так далее и только после этого когда мы получили маленький небольшой результат мы уже дальше продолжаем движение свое это касается контекста рекламы нужно сразу охватывать весь ассортимент делать по чуть-чуть это касается внешнего поискового продвижения до которого вы рано или поздно доберетесь нужно сразу платить вошли никого за весь объем семантического ядра на вашем сайте это касается соцсетей тех же самых нужно делать сразу фейсбук вконтакте инстаграм одноклассники twitter и прочее прочее нужно начинать чего-то одного и только двигаться дальше вот и вот этот подход вам понятно скажите пожалуйста вы поняли что имею ввиду есть люди которые не согласны подобным подходом может быть есть какие-то вопросы помнили вы для чего вообще принципе я это объясняю я первую очередь хочу закономить вашу рекламу будет в первую очередь учиться в этом если этот артём ну для этого мы расставляем приоритеты хорошо вопросов если вопросов нету то давайте тогда уже перейдем непосредственно к техническим аспектам привлечения целевой аудитории на ваш сайт начнем мы как неудивительно с контекстной рекламы поставьте пожалуйста минусы те кто не знает что такое контекстная реклама кто еще не знает в смысле минус если вы не знаете что такое контекстная реклама раньше никогда не встречались с этим каждый из вас с этим встречался неоднократно с точки зрения использования рекламы вы видели сто процентов каждый вас видео так самым чуть похоже вопросы все хорошо контекстная реклама это реклама с оплатой за клик я сейчас более подробно покажу с конкретными примерами что я имею ввиду из контекста рекламы это реклама где вы платите за привлеченного посетителя вам на сайт почему стоит начинать именно с контекста рекламы сейчас я вам расскажу потому что а это мгновенная настройка действительно настроить на свой контекст рекламу довольно таки занимает не так много времени то есть принципе за 35 дней чувствую можно уложиться это мгновенный результат потому что люди начнут посещать ваш сайт сразу с момента пополнения рекламного бюджета и один из самых важных плюсов это то что и контекст реклама позволяет очень точно и сегментированно отслеживать деятельность и поведение посетителей на вашем сайте в зависимости от каждого конкретного объявления зависимости от того или иного конкретного ключа ключевого слова или ключевой фразы по которому вы привлекаете эту аудиторию то есть контекстная реклама это ну давайте простым языком объясню такой собрались и купить красное платье вот и соответственно в яндекс увидите верхние три элемента это как раз таки рекламные рекламные элементы по контекстной рекламе смотрите я чуть-чуть раньше это наверное в начале тренинга отправлял инструкцию по семантическому ядру помните была инструкция вот и там в частности также было рассказано подробно про и настолько контекстной рекламы помните эту инструкцию да была такая точно да ну она до сих пор висит ее можно сказать посмотреть находится она теме который называется записи вебинаров можно так смотреть по большому счету эта инструкция вам скорее всего не должна была да которая смогла она была скорее всего не должна будет пригодиться в силу того что мы большинство участников настраиваем контекстную рекламу в рамках внешнего тренинга я считаю что это очень важно чтобы контекстная реклама была настроена хорошо вот и поэтому почему я вас и тороплю с созданием сайта потому что мы все услуги по тренингу будут активны в течение месяца после окончания тренинга через до конца июня поэтому поторопитесь пожалуйста или все вам сделать если в конце июня к нам все разом придут понимаете там будут задержки по срокам сразу вас могут запретить не затягивайте с этим вот поэтому сегодняшнее сегодняшнем занятии очень подробно контекстную рекламу и способы настройки и так далее я затрагивать специально не буду в силу того что а у вас есть инструкции где подробно рассказано как это сделать самостоятельно б в большинстве случаев мы сами будем готовить вам эту контекстную рекламу вот и в будущем по аналогии сможете легко расширить саму рекламную кампанию или также обратиться к нам чтобы мы это делали для вас вот но все равно так или иначе контекстную рекламу мы сейчас продолжим рассматривать и на этом я рассказ о ней само собой не заканчиваю дальше идем есть три основные системы которые предоставляют возможность размещения контекстных компаний первое яндекс директ 2 google adwords 3 все три системы вы так или иначе встречали в жизни работаю соответствующими поисковыми системами вот и каждый из этих систем имеет свои плюсы и минусы ядов директ в силу того что это проект яндекса яндекс у нас пользуется пожалуй 70 80 процентов всей российской аудитории это высокий охват основной плюс который есть у данной системы соответственно минус который вы делегает отсюда это высокая стоимость до стоимость клика по яндекс директа она зачастую выше может не гораздо выше но выше чем в том же самом google adwords google adwords соответствующий проект google реклама показывается когда выводите теле не запросы по поиске google охват там чуть ниже был даже чуть ниже существенно ниже чем яндексе на пришел в этом среднюю стоимость клика она все-таки пониже чем яндексе тут конечно же важно что стоимость клика и охват многое другое сильно зависит того как настроена рекламная кампания то есть можно сделать так что google adwords стоимость клика по вашему объявлению будет выше чем яндекс директ поэтому вот эти плюсы и минусы которые приведены на экране это среднестатические данные которые сформировались у меня за время работы с этими тремя системами вот эта система бегун наименее популярная система вот но зато у нее и стоимость клика средняя или ближе уже совсем к низкой вот то есть мы с вами будем начинать работу с именно яндекс директа в силу того что охвату этой системы гораздо выше и эффект от нее можно получить гораздо больше чем вот того же самого google adwords или бегуна в будущем вы можете расширить свою рекламную кампанию как на google adwords так и на бегун почему мы вообще начинаем работа именно с контекстной рекламы вопрос который возможности в голове у каждого из вас сейчас в силу того что это пускай платный пускай и не дешевый то при всем при этом на старте любого сайта будь то интернет магазин информационный сайт какой-то какой-либо другой сайт это один из самых эффективных способов привлечения именно той аудитории который ищет конкретно ваши товары продаете вы красные платья значит не даете рекламу по запросам купить красное платье продаете вы квадрокоптеры допустим какой-то конкретной определенной модели с артикул его реклама показывает тем людям которые ищут конкретный кодрокоптер с этим конкретным артикулом и соответственно понимая все вот это мы приходим к выводу о том что к вам на сайт попадаются не просто какие-то абстрактные люди которые ищут в случае с кратным платьем ищут какую-то одежду а приходят люди которые заинтересованы в покупке конкретно красного платья и вашим ассоцименте не платят может быть штук 10 соответственно вероятность того что у вас купит она конечно же довольно таки велика вот сейчас чуть позже покажу примеры плохой настройки контекстной рекламы средний и хороший вот и вы в принципе сразу поймете как эта штука работает так дальше идем с вами дальше так сейчас я вам покажу как раз таки пример плохой настройки рекламной компании в яндекс директ смотрите как вы думаете что здесь плохо сделано запрос простой купить слона но при всем при этом давайте я сейчас отвечу за вас потом на одном из следующих слайдов я спрошу у вас вопрос запрос купить слона и вы можете посмотреть что человек который будет купить слона убить да вот четвертые четыре рекламных элементов внизу который имеет пометочку реклама и тут есть есть рекламные явления в контексте рекламе не делались не то что ведет и ведет на карточку товара я просто показываю что хочу до вас донести то что то что только что говорил что вы должны показывать если вы продаете красные платья вы должны показывать рекламу именно по тем запросам где люди интересуются покупкой красного платья соответственно здесь я вел абстрактный запрос который купить слона сами понимаете и посмотрите сколько людей сливают тупо деньги межкомнатная дверь глухая игровой домик домик бони каток инструмент велосипед навигатор lexus strike сами понимаете что все вот эти рекламные объявления показываются по запросу купить слона и они ничего общего с этим не имеют это к слову о том что тут у нас правило рекламные объявлениями как это вот эти он где-то не доработал какие-то минус слова не исключил вот и по запросу основе предлагает купить игровой домик или мишка в натуре это плохо сейчас хороший пример смотрите вы поймете всю разницу а нет смотрите тут вопрос как раз вам я ввел запрос купить маску железного человека как вы думаете на какое из объявлений клипнуть больше всего людей так на второе на первое артем почему на первое илья второе вида тихо ваша второе так ольга почему на первое почему так кто ответил не на второе что правильно ответ естественно второе нет принесли артем не кликнул по этим не почему второй тет правильный скажите мне вот екатерина да задавая вопрос я уже читаем ответ потому что во втором полностью повторяется запрос и так называемый парабайт параметр кликабельности объявлений по второму объявлению будет существенно выше да точное хождение вадим все правильно и мы видим что люди то есть люди которые ищут конкретный товар маску железного человека им предлагают купить европейские карнавальные костюмы потому что видите слова маска есть название или купить маску человека паука что тоже никак не вяжется с изначальным запросом пользователя соответственно из этих трех из этих трех рекламных объявлений больше всего кликов я раздеваю чтобы от 60 до 80 процентов кликов именно на рекламу мстителей маска железного человека четкие четкое вхождение конкретно результат то есть я ищу маску железного человека мне предлагают купить естественно если я перейду по этой ссылке то вероятность того что передо мной откроется карточка товара с маской железного человека на того собой велика вот так что вы принципе можете изучить ваших конкурентов убивать запросы товаров которые продаются которые продаются вашем магазине вы можете видеть что такая ситуация на к сожалению довольно кичит частая вот один из довольно интересных примеров но это конечно больше распространено в крупных компаниях я работал с пизербургским магазином то-то и прочего прочего я не то чтобы с ними работал у меня не получится с ней поработать в силу того что у них на смене разошлись честно признаюсь очень крупная компания с гигантским просто бюджетом которая просто сидит и сливает этот бюджет помощью довольно широко известного агентства по рекламе все волги для вас и принципе тоже то есть них и же месячный бюджет на контексту рекламу составляли до полмиллиона рублей ежемесячный бюджет ну там где шубы сами понимаете там маржа хорошая бюджет позволяет подобно рекламной кампании проводить полмиллиона рублей месяц и магазин принципе не могу сказать что у них очень страшный то-то интернет магазин ну как вы думаете какая у них конверсия именно интернет-магазина ваша ставка господа конверсии минус контекста рекламы 1 процент подавите мне 2 1 2 3 процента 08 пока вы пока вы отвечаете среди случаев был сейчас я пишу довольно интересную статью сайт я решил пробежаться по объявлениям продажи бизнеса на авито конкретно магазинов вот и стал обзванивать кучу объявлений записи разговора все у меня сохранились и очень много владельцев компаний которые вопросе какая у вас конверсия магазина знаете небольшая процентов 40 не больше вообще не знаешь такой коммерции вот ну ничего скоро статья выйдет я расскажу там очень ржачной ситуации просто был случай когда продавали магазин мебели я спрошу сколько трафик ну нам человек действий день магазин мебели продавали за 600 тысяч рублей ну трафик нами человек 10-15 в день хорошо а сколько заказов ну заказа 23 наверное отлично как вы эти заказы получаете ну и получаем обзвоном обзваниваем телефонные каталоги и предлагаем мебель вот такой бизнес продают на вид и почему таких вариантов великое множество да так что вообще тему это довольно таки интересно мне предложили осветить после один из подписчиков писал что он также пыталась купить и лизавито вот у нее ничего не вышло я решил сам попробовать в общем скоро расскажу поэтому так возвращаясь кто-то 2 процента конверсии я учусь скажу конверсия одна сотая процента 0,01 процента вот такая у них конверсия понятное дело что а причем самое что интересное практически вся реклама ведет на страничку где предлагается подписаться на какие-то распродажи скидки и так далее в общем там довольно таки мутная такая история была вот если вы работаете для того что там такие люди которые надо именно чувствовать бюджет вот это не мой подход до 0 0 1 процент вот собственно когда я видел все эти данные у меня доступ метрики и до сих пор почти остался как сайта вот и периодически просматриваю и это жесть признаюсь нет конечно миллион посещения там порядка где-то 7 8 тысяч человек в день посещает их сайт сезон когда весна 80 если еще больше зима еще больше естественно вот ну да да вот такая цель стоит собственно говоря я им все рассказал показал где у них ошибки где что не то вот то прошло там сколько-то 3-4 месяца мы зимой с ними в декабре встречались ничего не получилось с тех пор только цели настроены стали были мои рекомендации все вот так что полмиллиона да да татьяна вот таких причем компаний довольно таки много которые действительно практически не считают деньги вот даже не говоря что у них критис и сокращение но по полмиллиона готовы сливать так хорошо значит это про маску железного человека посмотрели идем дальше вот хороший пример настройки помните да я говорил купить красное платье и вот собственно говоря результат купить красное платье выбираешь красное платье заходи сюда красные платья на ламо дыру коллекции красных платья 2015 wildberries точку вот пример как раз таки хорошие на стройке контекстной рекламы то есть человек он ищет красное платье и вы предлагаете купить ему красное платье вот чувствуете разница теперь да и вот тут уже начинается бойня как раз таки между всеми вот этими объявлениями за высокий сетей ну за высокую кликабельность переведите на русский тут я затрудняюсь ответить какой из какой из объявлений наивысшую кликабельность отношение числа показов этого рекламного объявления в числе кликов него вот но я бы конечно склонился бы к первому варианту этого я к сожалению не знаю в общем пример хороший пример я вам показал плохой пример показал и показал собственно говоря как вы сможете посмотреть и ставить какие контекторы контексте рекламы дают вам конкуренты кстати еще участники у которых платил тариф напоминаю вам что я снова напишу письмо по этому поводу вам напоминаю вам о том что у вас есть возможность проработки конкурентов вот соответственно я вам буду выгружать контекстные рекламные объявления прочую другую информацию по тем сайтам которые вы укажете можно будет посмотреть какие рекламные объявления дают ваши конкуренты сколько они платят таким запросам продвигаются и и джеты много 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 другое а был торговец конкурент студента забыл значит игол тоже я просто сейчас сходу сходу перепутал да хорошо тогда ну тем более не переживайте вам сейчас единственная задача просто подумайте какой сайт вы хотите доскональный подробно изучить рекомендую не брать очень крупные сайты типа wildberries но и при всем при этом не берите очень маленький сайт с посещалкой 100 человек в день нечто среднее возьмите это просто пока где-нибудь на бумажке пишите себе запишите себе сам долин который нужно будет хорошо хорошо если у кого-то уже есть конкретные желания у конкурента можете уже писать техподдержку вот и соответственно я начну потихонечку выгружать для вас информацию так окей хорошо дальше когда мы можем приступить к настройке вашей главной кампании смотрите мы можем это сделать сразу после того как вы подготовите сам интернет-магазин то есть наполнить его товаром категориями информационными страницами и обязательно после того как я проведу аудит вашего магазина и исправим мы с вами самые основные ошибки которые у вас могут быть ошибки будут у всех это абсолютно нормально перерывать не стоит всем я буду давать определенные рекомендации напоминаю что аудит мы с вами перенесли на первую на первые две недели июня но соответственно все это время буду проверять ваши сайты вот и чем быстрее вы отправите заявку на проверку вашего сайта тем вот потом тут я на будущее просто написал что нам потребуется для того чтобы сделать вам рекламную кампанию вот и непосредственно приступим к этой работе те участники которые имеют сервер тариф вы тоже принципе можете сняться нам написать потому что стоимость подготовки рекламных кампаний для участников тренинга и будущих участников матча групп у нас крайне лояльно и вот поэтому не стесняйтесь напишите лучше мы это делаем до вас чем вы можете что-то набор тачить или вы просто на пустыне бюджет как оценка ради патрацки сегодня говорим деданная дошивок алексей вот сильверу по моему нет по утраничке тренинга активно поэтому можно посмотреть и сходу не помню так несколько вопросов как узнать посещение сайта конкурента сколько максимальных конкурентов все это на странице тренинга указано будет среднее посещение сайта конкурента есть такой сервис называется алекса.com если память не изменяет вот так она покажет примерные цифры точные цифры само собой без взломов тяжело узнать так какая стена строки рекламного населия все зависит от количества сортиментов вот прямо пропорционально напишите в техподдержку когда сайт у вас будет готов вот и все индивидуально просто после единого ценника нету могу ли я сегодня заказать аудиторическую рекламу так что же вопросы давайте в сети чуть попозже мы сейчас с вами так в принципе все по контекстной рекламе учитывая что инструкция была плюс большинство мы настраиваем контекстную рекламу самостоятельно я готов выслушать ваши вопросы по контексту так андрей скажите пожалуйста есть ли мануал по рекламе мануал по рекламе настройки google так давайте минут пять вопросов наделим и мы гонимся дальше так мануал по рекламе google так знаете знаете что мануала я не помню мануала такового по моему нету в принципе сама механика она схожа с яндекс директором я порекомендовал с директором он ищите вот по слову так все вот систематические дроби сокращенные там и будет где можно инструкцию запросить контекстной рекламы вот максим тот же самый ищет давайте сразу найду ссылку так вот так идем дальше это хорошо что его не так много сначала позволит более тонко настраивать дальше рекламу обучение по настройке на линске тоже будет да Артем конечно же у нас отдельное занятие это будет посвящено она будет у нас следующую субботу вот так что не переживайте мы это будем проходить очень подробно потому что это очень важно средняя стоимость контекста рекламы в яндекс дирек Татьяна средней стоимости контекста рекламы в яндекс дирек нету в силу того что у каждого проекта она сугубо индивидуально здесь лучше отталкиваться от планируемого бюджета на рекламу в месяц вот и уже этот бюджет можно более эффективно распределять лучше с такой точки зрения подходить Оксана Андрей Порисович, пожалуйста почему не сворачившись в контексте рекламы если две недели длительного заказа ну смотрите Оксана вы сами ответили на свой вопрос напомню что Оксана сделала сайт еще до того как мы начали работать в тренинге вот соответственно контексту рекламу настроили сторонние специалисты вот не берусь говорить что то что то плохо сделала или хорошо я не смотрел честно говоря на контекцию рекламы но отвечая на ваш вопрос Оксана могу сказать что если за три недели нет ни одного заказа а целевой трафик идет действительно целевой трафик которые еще те товары которые у вас продаются то 100% дело в сайте то есть сайт он не дает нужные конверсии люди приходят им что-то не нравится что-то их не устраивает или они не находят то что они изначально искали то есть сама по себе сам по себе интернет-магазин он зависит от двух вещей чтобы на него подходили люди которые в поисках именно тех товаров которые вы продаете и это вам в вашем случае решает контекстная реклама и вторая вторая 50% успеха это сам сайт который дает нужные ответы посетителям дает те товары которые посетители изначально искал и соответственно дает возможность эти товары купить или по той цене которые интересны или те условия доставки которые удобны или с какими-то подарками которые дополняют желание купить и так далее и так далее и так далее вот поэтому я рекомендовал вам Оксана остановить рекламу в силу того что если за три недели нет ни одного заказа то толку в этой рекламе сейчас никакого нету в данный момент пока вы не доработаете сайт а чтобы его доработать нужно заталкиваться от аналитики сайта смотреть почему люди уходят с каких страниц они уходят может быть они доходят как вот допустим был такой случай когда люди ходили до страницы оформление заказа а она не работала то есть заказ не оформлялся и владельцы не понимали почему реклама идет корзину кладут но заказ никто не оформляет пока не посмотрели вебвизор который показывал что действительно там не работает вот реклама шла в пустую так Александр как будем подбирать ключи ну вот эти еще один совет который я дам тем кто захочет открыть Google Adwords у них шикарная служба поддержки по телефону подчеркиваю им можно позвонить и они вам все расскажут честно признаюсь я сам так делаю так три недели ну вот да поэтому симметическая ядра это и есть контекст реклама запросы окей хорошо кстати симметическое ядро для внутренней оптимизации магазина и для контекста рекламы оно не всегда одинаково уже обратите на это внимание вот да так что позвоните в Google они вам действительно помогут так окей в общем по контекстной рекламе мы тогда с ранее все обсудили давайте потихонечку пойдем дальше следующим пунктом у нас с вами идут агрегаторы товаров кто когда-либо ими пользовался скажите пожалуйста а кто такой или хорошо а кто не знает что такое агрегаторы товаров вот я понял Александр хорошо агрегат ну яндекс маркетинг я знаю естественно да вот это агрегатор товаров да 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 самый один из самых популярных один из самых полезных агрегаторов товаров у нас здесь в России и так дорого как это там было когда я спалил последний раз ну там да нужно играть со ставками ну кто-то кто-то пользуется уже видимо как владелец магазина вы пользуетесь как покупатель так 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 ну да без ИП естественно там никто не может разместиться ладно давайте тогда сейчас приступим к теме про агрегаторы товаров после этого мы с вами сделаем небольшой 5-10 минутный перерыв так агрегаторы товаров это агрегаторы товаров это своеобразные магазины магазинов есть агрегаторы товаров которые содержат в себе какой-то широчайший ассортимент миллионы товаров без какой-то либо определенной направленности есть агрегаторы товаров которые имеют определенную направленность спортивную направленность дизайнерскую направленность медицинскую направленность одежду еще чего-то но все их мы сегодня рассмотрим С конкретными примерами. Соответственно, что такое агрегатор товаров, вы, примерно, думаю, что понимаете. Если с Яндекс.Маркетом работали, то вот он в чистом виде агрегатор. Чем он может быть вам полезен? Полезен он вам может быть, опять же, тем, что на нем обитают люди, с агрегаторами товаров работают пользователи, которые прямо заинтересованы в покупке тех товаров, которые там выложены. В частности, в ваших товаров, которые также в автоматическом режиме могут быть туда выгружены. У большинства из вас OpenCard. У кого-то InSales. По-моему, OpenCard и InSales в нашем тренинге задействованы с учреждения технических систем администрирования сайта. Соответственно, что для одного, что для другого, есть уже готовые модули по экспорту данных в формат, который называется Iric.ml. Я еще вам просто напишу. Это специальный формат выгрузки данных из вашего интернет-магазина, включая описание товаров, картинки, название товаров, категории и прочее. И с технической точки зрения вы просто отдаете ссылку на этот файл у агрегатора товаров, он подсасывает все ваши товары и выкладывает в своем каталоге. Вот есть и технический, то есть и зрение, как это примерно выглядит. Соответственно, потом, в дальнейшем, когда вы меняете документ своего магазина, добавляете товары, убираете, цены меняете, описание меняете, все эти данные автоматически обновляются вот в этом файле Y.ml. И, соответственно, обновляются в тех агрегаторах, с которыми вы работаете. Какие типы сотрудничества бывают с агрегаторами? Бывают типы сотрудничества с простой ежемесячной оплатой. То есть вы платите сервису за то, что вы просто на нем находитесь и выкладываете туда свои товары. Стоимость от 500 рублей в месяц, где-то 1000 рублей в месяц. То есть вне зависимости от количества заказов вы ежемесячно платите. Это первый вариант. Второй вариант более распространенный, это вариант с оплатой за клики. Вы выкладываете свой астративный на сайт агрегатора товаров. Я покажу конкретно примеры, чтобы вы понимали, что имеется в виду еще раз. И нажимая «Купить» на сайте агрегатора, посетителя переводят уже на ваш сайт. Соответственно, вы платите за вот эти клики. То есть за то, что полютик перешел с сайт агрегатора на ваш сайт, и там уже окончательно совершил закупку. И третий вариант, тоже довольно распространенный, это оплата за процент от закона. Вики Март. Все же знаменитые знают, да? Ну, большинство этого не точно. Вики Март. Ну, и один из самых популярных, как все агрегаторов, он берет, просто берет процент от заказа. То есть вы ему платите только тогда, когда заказ был совершен. Вот. Александр, ну тут каждый агрегатор имеет свои тонкости и нюансы. В любом случае цена не всегда готова, и показатель, по которому сравнивать. Хотя в агрегаторах действительно по цене довольно-таки легко сравнить. Итак, то есть вот три наиболее самых популярных, что ли, способов размещения. Самый популярный агрегатор товаров у нас в России – это Яндекс.Маркет, про который вы наверняка все слышали. Соответственно, для чего он больше всего подходит? Он подходит, а, для электроники. Понятное дело, что если мы ищем отзыв или цены на ту или иную электронику, будь то бытовая техника, будь то телефоны, фонсайты, компьютеры, все что угодно, чаще всего первый в поисковой выдаче сайт, который вам покажут, это будет Яндекс.Маркет. Вот. Второе. Также бытовая техника, что уже относится к калитонике, одежда в меньшей степени уже. Вот. А также все товары, все товары, на которые часто ищут отзывы, или те товары, которые довольно-таки, которые относительно просто сравнить по цене. Поэтому, исходя из всего вышесказанного, я бы рекомендовал в первую очередь теле Яндекс.Маркет тем, у кого основная ниша пересекается вот с первыми тремя пунктами. Не могу сказать, что по одежде там довольно-таки хороший выход получается, но, тем не менее, там есть люди, которые ищут именно краски одежду. Но, в большей степени, конечно, маркет подходит для бытовой техники, электроники, ну и прочих вот таких технических товаров. Их, вы сами понимаете, больше всего. Тем не менее, все равно заявку туда стоит подать. Если вы просто там разместитесь, то с вас никаких денег брать не будут. Деньги с вас будут брать только за то, что вы будете, только за тех посетителей, которые перейдут к вам на сайт. Соответственно, как это сделать можно? Потом вот эта презентация все останется. Тут есть какие-то контакты, ссылки на инструкции, как это сделать. Сначала нужно прочитать то, что вы соответствуете правилами. И после некоторых пунктов уже окончательно подать заявку. Есть важный момент. Видимость сайта в поисковиках, она... Не могу сказать, что она может как-то повысить из-за этого. Конечно, это может быть каким-то косвенным показателем для Яндекса. Для того, чтобы у вас как-то приподнять, но прямой зависимости здесь я не вижу. Больше зависимости от того, если вы, допустим, разместите свой сайт в Яндекс.Каталоге. Но туда попасть существенно сложнее, чем в Яндекс.Маркет. И бесплатно туда попасть, тем более невозможно, а платно стоит 115 тысяч рублей. Но я никому не буду рекомендовать сюда идти, потому что это, в принципе, на стартом этапе более эффективно. Хотя, что касается детских товаров и Яндекс.Маркет, то и вообще всех, у кого товары не подходят под электронику, проще всего проверить, подходит ли ваша стартинная плат-маркет или нет, это просто дойти за сам Яндекс.Маркет, вбить ваш товар и посмотреть, есть ли там конкуренты крупные-некрупные, которые выкладывают свой товар на этом сервисе. Если они есть, то вполне имеет смысл туда подать заявку. Тем более, слава зайка, безумных денег не возьмут. Что дальше ожидать? Ой, пардон, не делал вперед. После того, как вас подключат, вас будут неоднократно проверять. Особенно на стартовом этапе, когда вы только-только подали эту заявку и вас разместили. То есть будут звонки со стороны контрольной службы Яндекс.Маркета, они будут делать фиктивные заказы, будут звонить, спрашивать про те или иные товары, спрашивают, действительно ли то красное плате у вас есть в наличии, или, может быть, его все-таки нету. Они это делают специально для того, чтобы исключить возможность обмана магазинов на сайте Яндекс.Маркета, чтобы информация была актуальной, цены, наличие и многое-многое другое. Вот, так что, имейте это в виду. Особенно это активно будет сразу после вашего размещения. Но, как, опять же, показывает практика, чаще всего, вы представьте человека, который целый день работа заключается по вызванию магазинов. Вот, он спрашивает чаще всего о одни и те же вопросах, товаре он не заинтересован, вот, смотрите, это пятый пункт, который я здесь написал, и интереса никакого не проявляет. Скорее всего, вы это почувствуете сразу, вот, может быть, не почувствуете, не знаю. Вот, так что, ну, как говорится, предупрежден, значит, вооруженки. Следующий пункт, про который тоже многие не задавались вопросом, это вопрос накрутки отзывов об интернет-магазине на сервисе Яндекс.Маркета. В принципе, я, прошу прощения, в принципе, я не буду вам рекомендовать этого делать в силу того, что, особенно на стартовых этапах, в силу того, что за вами и так будет пристальный контроль, и накручивать отзывы на стартовом этапе лучше не стоит. Хотя есть сервисы, и не один сервис, который позволяет это делать в силу того, что услуга довольно-таки актуальна. Сами понимаете, что заставить человека написать отзывы, это зачастую, и так-то просто, как кажется. Вспомните, сколько раз вас просили магазин оставить отзыв, да, те, где вы покупали, и сколько раз из этих запросов вы это действительно делали. Я думаю, что один из десяти, один из пяти, и вряд ли чаще. Вот, поэтому сервисы такие есть. Небезызвестный Q-коммент, с которым вы уже сталкивались, предлагает подобные отзывы, причем, заметьте, с гарантией публикации. Но стоит ли это делать? Я думаю, что в начальном этапе все-таки, скорее всего, нет. Ну, так что подумайте дважды, если вы захотите это сделать. Ну, в качестве теста можно будет через какое-то время попробовать сделать, один-два отзыва доказать, какие-то может пропустят, какие-то может не пропустят. Но, тем не менее, такие возможности есть. Услуга довольно-таки популярная, поэтому я отставляю просто на ваше усмотрение, стоит это делать или нет. Соответственно, если вы как-то пересекаетесь с одеждой, с той же самой детской тематикой, с игрушками, тем более с электроникой, то на гендок-пакет обязательно стоит подать заявку. Татьяна, похоже, отвечу на ваш вопрос. Пардон. Так, идем дальше. Про Яндекс.Маркет рассказал. Какие-нибудь вопросы по маркету есть? Сейчас пойдем по другим агрегаторам. Скажите, пожалуйста, по Яндекс.Маркету, если у вас какие-либо вопросы? Если нет вопросов, то нажмите ключик. Пока нет. Я чувствую, что в задержке идет видео со звуком. Что-то себя вижу. Так, естественно, хорошо, меня скажите, пожалуйста. Ага, от задержки избавились. Хорошо. Про Яндекс.Маркет мы с вами поговорили. Значит, у нас из способов, которые мы сегодня перечислили, а, это контекстная реклама, б, это агрегаторы. Вот вопрос от Дмитрия. Яндекс.Маркет, обозначение цена товара или количество положительных отзывов и рейтинг. Все вместе, Дмитрий, я так скажу. Потому что, когда выводится, когда вы нажимаете цена, точнее, выбрали какой-то товар, нажимаете цены в интернете или цены в интернет-магодинах, то изначально они отсортированы по, магазины отсортированы по популярности и по цене. Вот, соответственно, это вот комплекс как раз всего того, что вы перечислили. Вот люди есть, которые тупо сортируют по цене, вот, и покупают там, где дешевле всего. Соответственно, тут все зависит уже непосредственно от конкретного человека. Кто как ищет? Кто-то просто ищет, допустим, знакомые магазины, вот, и покупает у них те, где он уже когда-то их покупал. Вот, кто-то сортирует по рейтингу магазина. Кто-то сортирует еще как-то. Вот, так что с каждого здесь свои, так сказать. Своей тонкости и нюансами. Хорошо, пойдемте дальше. Помимо Яндекс.Маркетов, где еще я рекомендую разместиться? Ну вот, да, Витка тоже, согласен с вами. Да, Артем, да, многие доставку делают в 750 рублей. Хотя изначально это недометно. Ну, в общем, кто как может, так и работает. Есть различные программные средства для того самого Яндекс.Маркета. Вот, и мы внедряли их, которые позволяют отслеживать ценники у конкурентов. Вот, и видели на них особо популярные товары. Вот, там, не знаю, айфон, видите, например. И вы когда сортируете по цене, вы поймете, что вот самые низкие цены, у них там разница буквально там в рубли. Там 1, 2, 3, 5, 7 рублей. Вот, и эти программные средства позволяют опустить ценник и при всем при этом там не ниже какого-то уровня. Можно и программно все это сделать, но я не думаю, что сейчас в смысле вам этим заморачиваться. Хорошо, помимо Яндекс.Маркета, что еще? Вики Маркет, здесь известный, который сделал недавно ребрендинг свой. Вот, и, в принципе, несмотря на всю, которую писали, некую неадекватность руководства, я рекомендую туда подать как минимум заявку. Подать, посмотреть, разместиться, вот, учитывая, что они не берут деньги за просто там нахождение, а берут деньги за заказы, то я думаю, что почему бы не. То есть, видите, оплата идет в виде процента от оборота. Ну, можете правила, условия почитать, там все очень подобно рассказано. То есть, вики Марк туда, вот я, видите, все категории вывел, туда, в принципе, можно выгрузиться большинство из тех, кто присутствует в данном тренинге. Дальше, что еще у нас есть? Price.ru, который тоже совсем недавно сделал массивный ребрендинг. Я сейчас смотрю, у агрегатора вообще какая-то вода пошла, во многом перерабатывать свои сайты. Price.ru тоже, у них очень большой ассортимент, вот, и к ним тоже можно по большому счету выгрузить свой прайс. Вы, может быть, будете думать, еще зачем тут распыляться. Вот, но тем не менее, учитывая, что выгрузку прайса, в данном случае, она выгрузка вашего прайса, вашего каталога, она по большому счету вас ни к чему не обязывает. То есть, вы выгрузили, и вот чем больше у вас будет потенциальных точек контактов с людьми, которые ищут ваш товар, тем лучше. Вот, то есть, не нужно пренебрегать, тем более, что один раз делали, и потом это уже работает. Насколько эффективно, это уже потом нужно будет, естественно, оценивать. Вот, но тем не менее, не отбрасывайте сразу эти идеи. Якудзо. Хороший агрегатор, но он с упором на дизайнерские товары. Вот, то есть, если у кого-то из вас есть подарки, различные там одежды, какая-то дизайнерская, была, я помню, такая у Максима, если не ошибаюсь, идио, как она там называется, идио-моё, если не ошибаюсь. Вот, мне кажется, у вас туда можно смело добавить. Игруте того же оплата идет от ежемесячного размещения, по-моему, вот 900 рублей в месяц. Вот, опять же, можно на месяц просто выгрузиться, попробовать посмотреть, идет выхлоп, не идет выхлоп. Если идет, то остаемся. Если не идет, то не остаемся. Потом на занятии по аналитике я как раз так и буду вам рассказывать, как отслеживать этот выхлоп. То есть вы будете видеть переходы на ваш сайт с десяток, десятков, сотен сайтов в перспективе. Вот, и соответственно, вы можете понимать, что переход, допустим, там, не 25, 200 переходов в месяц с Егудзи дали вам 18 заказов, к примеру. Такое вполне реально. И вы понимаете, что с этим 18 заказов вы заработали столько-то. Причем все эти цифры, сколько вы заработали с конкретного перехода, с конкретного сайта, с конкретного даже рекламного баннера все это можно легко отследить. Поэтому, ну, это я уже ухожу в сторону аналитики. Поэтому, так, зависло все. Сейчас, как мне слышно, вам я на... Поставьте шестерочки, у меня сейчас хорошо. Шестерочки. Шестерочки. Ну, раз шестерочки составит, может, отлично. Хорошо, я слышно. Пойдемся дальше. В общем, про аналитику я буду рассказывать чуть позже. Вот там будет безумно интересное занятие. Я его переработал с нуля в сравнении с прошлым тренингом, когда получилось. Так очень муторно и сложно. Вот. А в этот раз оно прям будет крайне легко восприниматься. Вы поймете, для чего нужна аналитика, что с ним можно делать. Я вам покажу все самые основные фокусы, которые можно получать с Google аналитика с того самого Яндекс.Бетрики. Дальше. Кто еще у нас есть? Если у кого-то есть спортивные товары, Павел Камай, если не ошибаюсь, у вас такие были, могу сейчас заблуждаться, всех не вспомню, активизм.ру. Вот туда тоже прямая дорога, там можно выгрузить свои товары и, просто говоря, еще одна точка контакта с людьми, которые заинтересованы как раз таки в спорте и в активном отдыхе. Как говорится, почему бы и ездить? Еще кто у нас есть? Если у кого-то есть подарки, то подарки.ру. Сайт древнейший, как Мамонт, вот, там, по-моему, берется какая-то фиксированная такса за выгрузку и потом плата за кликейки и память не изменяет уже с переходом непосредственно на ваш сайт. Вот, тоже как вариант. Давайте посмотрим, кто еще у нас есть. Из таких уже, наверное, менее популярных это надави.ру. Ну, не могу сказать, что туда прям стоит сломя голову бежать, но, тем не менее, вот эту презентацию вы для себя сохраните и когда-нибудь, может быть, вы тут доберетесь. торт.мейл.ру, аналог Яндекс.Маркета, вот, но с несколько меньшей конкуренции, тут тоже товаров довольно-таки много. Рекомендую отдельное внимание обратить на товары и услуги.ру, вот, этого сайта вообще какой-то бешеный трафик, сумасшедший просто трафик, при всем при этом эффективность петла высока. И вот ссылочка, давайте я дублирую ее в чат, тут перечислено большое количество вот этих прайс-агрегаторов, куда можно выгрузить свой товар. Кем они вообще хороши все эти прайс-агрегаторы? Тем, что вы выгрузили и все, и там уже дальше того по себе уже работает. Противочитал много негативных отзывов, ну, вы сами понимаете о том, что негатив пишут больше охоты, чем позитив. Негатив действительно есть, но это как совета то же самое. Я также из первых рук получил информацию о том, что оплатили годовую часть и, вот, еще и с 90-го момента менеджер по инказингу в большом счете забыл, хотя до этого звонил каждый день. Вот, так что тут пока деньги не занесешь, со всех сторон облизывают. Вот, а потом многие проекты действительно после оплаты они не вешают. В общем, забывают про клиента. Пульс, цен, да, возможно, агрегаторов много, Раиса, возможно, есть какие-то косметические агрегаторы, вот, но я, что-то на своей памяти не упоминаю, когда это такие. По одежде довольно-таки много агрегаторов только варианты. То есть, модули для агрегаторов будут автоматом формировать обновления на вашем сайте. Да, все правильно. Все правильно. Лучше для каждого агрегатора сделать свой отдельный файл, чтобы не все одновременно встречались в один файл, а каждый из агрегаторов встречался свой какой-то один конкретный файлик выгрузки, чтобы уснизить вероятность как минимум. Есть ли риск скликивания бюджета, где цена за клик? Можно ли это как-то проверить? Ну, вы знаете, Дмитрий, теоретический риск, конечно же, есть и в контексте рекламе, и других различных сервисах. Вот здесь понятное дело, что сервисы, которые получают свой доход за то, что пользователь перешел с их сайта на ваш сайт, они заинтересованы в том, чтобы этих переходов было больше. Но проверить скликивание бюджета можно с помощью той же самой аналитики, вы просто можете посмотреть посещаемость людей конкретно с какого-то одного ресурса. Соответственно, вы смотрите на поведение этих людей, если вы видите, что 100 человек зашло, каждый и среднее, допустим, количество просмотров один, а нахождение на сайте 10-15 секунд, то надо сделать лучше, что с этим идет явно не то. Тут уже можно писать техподдержку этого сервиса и спрашивать, какого фига. Вот. С помощью аналитики естественно все это можно следить, но какой-то стопроцентного железобетонного способа отслеживания стыкивания я не могу так сходом назвать. Здесь нужно поначалу ручками поработать, и потом уже возможно перейти к какому-то программному решению, но чаще всего до этого просто-напросто не доходит. Вот. Сейчас у нас 13-1 предлагаю сделать перерыв 9 минут и в 13-20 продолжить. Хорошо? У нас с вами там вообще будет много всего интересного впереди. Давайте сейчас устроим этот перерыв. В 13-20 по Москве мы с вами продолжим. Хорошо? Все. Хорошо. Договорились. Спасибо. Тогда в 13-20 продолжаем. Если есть какие-то вопросы, то пишите в перерыве. А, я приду и на все вопросы. Ссылку я чуть выше отправил на колес. Смотрите. Окей. Так, значит, что мы с вами рассмотрели? Мы с вами рассмотрели контекстную рекламу. Сейчас не работает. Все работает. Где не работает? Работает сейчас? Поставьте троечку, если чат работает. Все работает. Все работает. Хорошо. Итак, мы с вами рассмотрели это ссылка на сайт Николая. Можно вдохновиться, посмотреть, как дизайн за 100 уе и верстку за 1000 рублей. Николай сделал. Это очень хороший пример. Николай, молодец. Так вот, возвращаясь все к теме. Давайте продолжим дальше. У нас с вами мы с вами обсудили контекстную рекламу и агрегатор. Сейчас заметим, что все, что я сейчас перечисляю, это не по так сказать, это не по списку приоритетов мы с вами идем. Сейчас мы с вами рассматриваем не из самых популярных способов увеличения целевой аудитории на сайт на старте магазина. И в конце занятия я вам расскажу про приоритетов. Это не расскажу, а поставлю приоритеты, как с чего начинать и продолжать. Да, давайте, Николай, можно не в Skype, пожалуйста? Запишите, пожалуйста, в группе ВКонтакте, потому что чем Skype плох, просто ради сравнения расскажу с простым тренингом, там Skype вообще никак не пользоваться популярностью, все общались в ВКонтакте, поэтому вся вот эта информация она сохранилась, понимаете, все наработки учеников и так далее, а в Skype все теряется. Если вы хотите что-то важное, то у нас есть отдельная тема ВКонтакте, посвященная фрилансерам, вы туда пишите, Николай. ВКонтакте Ксении и Ирина были отправлены где-то недели 3-4 назад в письме про письме с фрилансерами всеми. Вот, да, в Skype потом ничего не найдешь, а в принципе невозможно толком что-то нормально искать. Поэтому если что-то важно спросить, сказать, получили в ВКонтакте. надо сохранить всю переписку в Skype и в ВКонтакте. И Максим, если это возможно, то я буду вам признать, если у вас получится сделать. Само собой, да, довольно-таки удобно и важно. Так, возвращаемся. Следующий пункт, который тоже не, я бы сказал, стоит копейки, но при всем при этом крайне высоко показывает свою эффективность. Онлайн консультанты. но не в том виде, в котором вы привыкли их видеть на большинстве сайтов. Сразу скажу. То есть я сейчас вам расскажу, как лучше позиционировать онлайн-консультанта. И при всем при этом перед тем, как я начну это делать, я вам расскажу, что онлайн-консультанты нынче, пожалуй, это один из самых простых и эффективных способов дожимания продаж. Особенно, если человек чем-то сомневается, в чем-то сомневается находясь на вашем сайте. Вот онлайн-консультант я стараюсь внедрять везде, как только можно, просто главное его правильно позиционировать. И как раз таки про это мы сейчас с вами поговорим. Смотрите, как это лучше делать. Кто, кстати, планировал консультант себе на сайте запихать? Поставьте плюсики, пожалуйста. Хорошая штука. Все, кто думал, но не решился до конца, я крайне рекомендую это делать. Я посоветую в итоге какими лучше пользоваться. Смотрите, как больше его позиционировать. не Татьяна, я расскажу, как я сделаю, чуть попозже. Не нужно просто писать наших консультантов онлайн, спросить у них. Поставьте туда реальное имя, возможно, это будет ваше имя, вы можете какое-то вымышленное имя, и желательно реальное фото консультанта. Категорически не рекомендую ставить фотографии там, знаете, вот эти милые девушки или мужчины с этими наушниками, которые «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?» и так далее. Это лучше не стоит делать в силу того, что это шаблонно, это неинтересно, и сразу нет такого, знаете, доверия реального к подобному консультанту в силу того, что фотки, как минимум, не настоящие. Поэтому вы можете не свою фотку, можете чью-либо угодно, хоть в интернете, честно, с рисунками, поставить, но крайне желательно, чтобы это была плюс-минус реальная фотография, а не взятая с каких-либо фотостопов. И самое главное, позиционируйте онлайн-консультанта как эксперта. То есть, если, допустим, у вас косметика, она у многих верная, спросить, то прямо пишите, спросите у косметолога или бесплатная консультация косметолога. Извините, пожалуйста. Или кто-то, я помню, занимался волосами. Был у нас такой участник, по-моему, это Раиса, если я ошибаюсь. Вот. Мы с вами, как раз таки, по-моему, это обсуждали. У вас онлайн-консультант он будет трихолог. Вот. Что еще больше показывает его специализацию. Соответственно, если у вас товар, где вот как-то, то есть, вне зависимости от того, какой у вас товар, вам важно показать экспертность вот этого консультанта, который там сидит. Двумя-тремя словами. Что у вас, Павел, случает? Расскажите, пожалуйста. Раиса, такой байкер не будет в виду на заблуждение потребителя. Скорее, нет, чем да. Вы же преследуете в любом случае положительные цели, а не пытаетесь как-то обмануть покупателя. Правильно? Мы с вами это обсуждали, когда общались. Вот. поэтому это не будет в видении в заблуждении. Павел, да, трихолог, есть такой специалист. Да, все правильно. Вот, то есть, вы поняли, что я имею в виду? Вот давайте теперь, у каждого из вас есть своя ниша. напишите название того эксперта, который будет у вас сидеть в онлайн-консультанции. Стилист. Хорошо, Елеонора принято дальше. Консультация стилиста. Кто еще? Давайте, не стесняйтесь. Велосипедолог, да? Можно у Николая жена. Консультация жены. Что вы имеете в виду? А у меня вообще непонятно, как его назвать. Ароматерапевт. Заманчиво. Волосовед. Эксперт. Велосипедолог, да, Николай? Здесь также еще полезно будет и порвать шаблон. Если в случае трихолога будет сказать трихолог в силу того, что это как бы исключение, там волосовство, лучше не писать, в вашем случае Николай велосипедолог по-моему ничего. Так, эксперт как-то вот так. Мастер маникюра, не знаю, как называется. Тренер-диетолог, тоже вполне. Турпоходолог, тоже неплохо. консультация Бергер. Ну вот, то есть, чувствуете, вы уже примерно понимаете, в таком направлении вам лучше двигаться. Соответственно, прикиньте, как лучше будет подать вам подобную консультацию, вот, и потом, когда у вас жилья, график пойдет, вы почувствуете, чем больше вы живете шаблон, в случае, допустим, с Николаем велосипедами, или чем четче вы описываете того, с эксперта, который будет у вас на сайте, в случае, с Раисой, у которой трехолог, вот, то эффект будет сразу, поверьте, нет. Единственная проблема, нужно постоянно быть готовым, человек говорит, не будет быть ответа. Нет. Почему, Виктор? 10 секунд, в принципе, это не такой же, показатель 30-40 секунд, до минуты, в принципе, есть. Да. Есть приложение, как раз таки, вот, все правильно, Артем, есть приложение для мобилы, который позволяет вам, собственно, мобильный телефон и за смартфон, естественно, сразу же подключать на все звонки. Вот, не знаю, Виктор, я живо-чатом пользовался, меня устраивает. Все зависит от того, какое у вас покрытие в сотовой сети. Если хорошо, то вполне ничего. Так, какую систему я рекомендую? Рекомендую, я живо-сайт. Живо-сайт, это, по моим субъективным ощущением пожалуй, одна из самых простых и во всем при этом не особо дорогих систем. У них есть полностью бесплатный тариф, который не позволяет разместить фотографию с именем, который не позволяет использовать активные приглашения, что тоже очень важно, но, тем не менее, все равно можно пользоваться бесплатно. На стартовом этапе можно, в принципе, поставить бесплатную версию и потом уже оценить результат. Если потом, если кто-то надумает покупать платную версию, то вы можете мне написать, у меня где-то лежит промокод на внушительную скидку. Я ими пользовался, промокод дали. Я, если мы будем промокодом поделиться, мне кажется, что он неодноразовый. Так что, живо-сайт.ру, я вот, честно признаюсь, пожалуй, по моему мнению, это одно из лучших приложений. Точнее, одно из лучших решений для подобных мобильных консультаций и общения один на один с покупателем. Какие у вас есть вопросы про онлайн-консультант? Скажите, пожалуйста, есть ли один принцип у вас? И теперь отречить на коллегу будет? Нет, естественно, Александр, там нужно вам будет консультировать тем людям, которым вы доверите это. Там может быть несколько операторов. Делали всплывающий, да, Райса, делать всплывающий, это называется активное приглашение, то есть там можно настроить условия, когда это активное предложение, приглашение к беседе всплывает. Можно вообще сделать так, чтобы у вас не было видно плашки, внизу сайта, на котором можно нажать, чтобы она возникала только при нажатии на какую-то кнопку на вашем сайте, допустим, онлайн-консультация. То есть, в принципе, там функционал довольно широк. Или это бесплатно, это, по-моему, на долгое время, навсегда, ну, там со своими ограничениями. ВПМ, Максим, хорошо. Вот, кстати, по ссылке, которую вы видите на своем экране, там можно почитать довольно широкий обзор по этим онлайн-консультантам. Есть вообще полностью бесплатные. То есть, я ни в коем случае вас не ограничиваю только живо сайтом. Если вы подберете для себя что-то более интересное по соотношениям на качестве, то, вы говорите, почему бы и нет. Хорошо. В общем, резюмируя все, что сказано про онлайн-консультантов, я категорически рекомендую вам его все-таки себе установить. Начать можно совсем бесплатной версии. Да, там нету активных приглашений, которые, собственно, составляют 70-80% всех бесед обычно. Вот, но, тем не менее, все равно, если кто-то захочет вас что-то спросить, то он сможет это сделать прямо там в онлайне. Все 24 часа в онлайне нет необходимости находиться, можно просто в рабочее время и с мобильного телефона сидеть, это не занимает довольно-таки много времени, но при этом дает ощутимый эффект. Так, хорошо. Если по онлайн-консультантам вопросов у вас нет, то давайте мы с вами пойдем дальше. мы тихонечко движемся непосредственно к приоритетам, которые я хочу для вас оставить. Значит, еще один способ качественного и эффективного привлечения целевой аудитории к вам на сайт это неподоизвестный ремаркетинг, он же ретаргетинг. Кто когда-либо в жизни с ним сталкивался как посетитель или как владелец магазина, скажите, пожалуйста. Все, да? Ну, не все об этом догадываются, да? Так, 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 ну, довольно-таки много посетителей. Ну, да, большинство из нас только посетителей с ним сталкивались. Смотрите, что это такое, с чем это едят, вообще, что это из себя представляет? Ремаркетинг это способ вернуть вам на сайт посетителя, который уже на вашем сайте был. То есть, вот здесь на картинке четко показано, что вам заходит посетитель, неважно с какого способа, неважно откуда он зашел, будь то в платной рекламе, будь то просто с поиска, будь то в соцсети, еще откуда-либо. Соответственно, как только он заходит, срабатывает определенный триггер, можно так его назвать, и, соответственно, на компьютер пользователя записывается определенный код, ну, файлик определенный маленький записывается, кухис называется. Вот, и дальше по этому файлику примерно можно понять, как здесь, как пользователь взаимодействовал с вашим сайтом, какие страницы посещал. Вот, соответственно, самый простой способ маркетинга, это просто посещение сайта. В итоге пользователь попадает к вам на сайт, к нему записывается вот этот файлик, и дальше в дальнейшем, когда он гуляет по другим сайтам, видит другую рекламу, там его начинает показывать, там его начинает показывать именно ваше рекламное объявление, что, дорогой пользователь, веренеть к нам, все, простим, много купи у нас, вот тебе промокод, и ты получи специальный подарок от нас. То есть, наверняка вы видели рекламное объявление, самый простой пример, если вы, например, зайдете в раздел джинс на Wildberries, любых там женских, мужских, то примерно через день, гуляя по другим сайтам, вы будете видеть ровно те джинсы, которые вы смотрели на этом самому Wildberries. Это более продвинутый способ ремаркетинга, но на других сайтах где размещены рекламные блоки Яндекс Директора, Google AdWords, поэтому, наверное, пожалуй, две самые популярные системы ремаркетинга, вы будете видеть те товары, которые вы все время, день, два, три, неделю просматривали на том или ином сайте. Соответственно, в вашем случае вы также будете записывать вот эти файлики на компьютеры ваших пользователей, все это будет делаться, естественно, автоматическом режиме, и потом ваши же покупопосетители, которые у вас туда не купили, или, может быть, даже купили, будут видеть ваши рекламные блоки дальше по своему, ну, гуляя дальше по интернету. Вот. Вкратце, что такое ремаркетинг. Теперь вам понятно, что это такое, скажите, пожалуйста? Ну, тем, кому возможно не было понятно. Саму механику вы понимаете, то есть чувствуете, в чем потенциальная мощность и сила этого инструмента даже при базовой его настройке. посетитель, посетитель, зачастую можно даже не догадываться, что его записали вот этот файлик, что его как-то пометили, вот, он просто будет видеть рекламу того сайта, на котором он уже когда-то был, и, возможно, забыл докупить до конца что-то, еще что-то, но при всем при этом, когда он видит среди трех сайтов рекламированный одно и то же сайт, на котором он уже был, вероятность того, что он кликнет на вашу, но все-таки существенно ниже. Дианора, так, я, например, случаю куквиз или чищу потом. Ну, тут вы в меньшинстве, в суровом меньшинстве, я могу так сказать, вот, так что тут лучше поселить в этом плане не следить. Ну, вот, собственно, написано, как это выглядит. Ремаркетинг, он интересен еще тем, что можно настраивать рекламные объявления в зависимости от поведения посетителя. И, например, вы можете настроить ремаркетинг так, что посетитель, который сделал вам заказ, то есть сработала цель посещения страницы «Спасибо за покупку», у вас Яндекс.Метрики, например, то потом вот этот посетитель будет видеть рекламные объявления, например, что «Спасибо за заказ, а за второй заказ вы получите такой-то подарок». Вот, то есть, понимаете, здесь идет такое четкое таргетирование аудитории и не просто предложение сайт вернить, а «Спасибо за заказ, вернитесь и получите подарок». Сделайте еще один заказ и получите подарок. Конечно же, людей может быть на стартовом этапе будет не так много, которым будет показываться данная реклама, но со временем, со временем, учитывая, что вы один раз настроили, постоянно работает и платите, опять же, здесь за переходы вам, они за показы. эффективность со временем будет все выше и выше. Можно различные списки ремаркетинга настроить. Список тех, кто купил, список тех, кто был в корзине, но не начал оформление заказа, список тех, кто начал оформление заказа, но не купил, список тех, кто ушел со страницы доставки. Можно показывать различные рекламные объявления, связанные с удобными способами доставки. То есть тут, по большому счету, ваша фандатия ничем не ограничивается. Вот, так что очень, безумно, мощный инструмент. Еще один пример, как это можно потенциально в будущем использовать. Вот представьте, что человек пришел, у него родился ребенок, ему нужно купить какие-то необходимые вещи для малыша. Товары для малышей, коляски, кроватки, ну, у кого дети прекрасно понимают, что там целый стандартный набор обычно получается. Мы понимаем, что ребенок растет, соответственно, через некоторое время ему может потребоваться радионяня, когда он будет спать в отдельной комнате, к примеру, и не будет постоянно к нам привязан. Еще через некоторое время он вырастет, соответственно, ему нужно будет новое автокресло и какие-то другие товары, которые уже подразумевают более, больший возраст ребенка. И все вот это можно настраивать. То есть, в зависимости от количества дней с момента первой покупки человеку можно показывать разные объявления. Быть может, вы видели, что когда-то совершаем где-то заказы, потом через некоторое время этот магазин представил письма, связанные с тем, вот, допустим, например, приведу сейчас, то в тех же самым подгузники, например, есть какая-то средняя статическая количество дней, сколько там подгузники живут, за сколько они расходуются. Соответственно, через 20 дней, к примеру, просто показали, 10 дней, 15 дней, 30 дней, можно присылать письмо, что вот у вас кончились, докупите. Ну, я вот вобранно говорю, но суть в том, что жизненный цикл того или иного товара можно примерно отследить. И в зависимости от жизненного цикла, готовить соответствующие рекламные объявления. Подчеркиваю, что сейчас я вам это рассказываю все на будущее. Сейчас на это акцентироваться сильнее внимания не стоит, потому что эффективность подобных мероприятий на сильном возрастает с ростом количества заказов, чтобы вот реклама была кому-то показывать. Вот, а сейчас на этом акцентироваться не стоит, я вам просто показываю весь потенциал данного инструмента. Дальше идем. Дальше будет еще интереснее. Ремаркетинг ВКонтакте. Сама схема рекламы здесь примерно аналогична. Также попадая бывая на каком-то сайте, вы потом можете видеть вот такую рекламу, которую сейчас на вашем экране в блоке, где показываются рекламные объявления. Сделав подобную рекламу тоже, в принципе, не составляет особого труда. То есть вы что делаете? Берете код того же самого ВКонтакта, размещаете в себе на сайт, и, соответственно, ВКонтакте собирает аудиторию, вот видите, да, вот здесь четыре тысячи человек, например, показываем на скриншоте. Он собирает в ваш рекламный кабинет аудиторию всех тех людей, которые были на вашем сайте, при всем при этом они одновременно были налогинены ВКонтакте. Понимаете, что я имею в виду, И в итоге вы можете ВКонтакте показывать рекламу только тем, кто был уже на вашем сайте, посмотрел какую-то конкретную страницу. То есть тут можно делать большое количество списков и маркетинга, просмотр конкретной страницы, просто бы человек был на сайте на любой странице, просмотр страницы, спасибо за покупку и так далее, и так далее. Тут очень глубоко можно все это видоизменить. Потенциал практически безграничный. Интересно, скажите, Павел, замечали когда-нибудь, что ВКонтакте также показывается реклама? Замечали. Теперь вы понимаете, как это все работает и что это все представляет. Более того, участники, у которых платят тариф, вот им ремаркетинг в Яндексе настраивается. И это входит уже в стоимость обучения. Вот, так что кто-то был, просто всякий случай напоминаю. Ремаркетинг. Есть много систем ремаркетинга, Максим. Чаще всего используют Яндекс и Гугл, но есть отдельные сервисы по ремаркетингу, которые также размещают свой код на вашем сайте. То есть вы размещаете их код на своем сайте и потом уже в различных рекламных блоках все это показывается. Так что начинать все-таки тем не менее стоит обычно с самого Яндекса или Гугла, потому что наиболее популярные системы, которые я рекомендую использовать. А вот действительно мое лицо, когда мне говорят, что ремаркетинг не работает. Он работает, он работает хорошо, плюс его в том, что он начинает работать с первого дня размещения, с первого дня подготовки рекламных объявлений. И сначала мы делаем так, что просто показываем ремаркетинг рекламу тем, кто просто был на вашем сайте. И уже это дает плохой результат. люди на вашем сайте были, они его запомнили. Если что-то не доделали, то они обязательно к вам вернутся. Какие у вас есть вопросы по ремаркетингу? Скажите, пожалуйста, что вам понятно, что вам непонятно. Не до конца понятно, я готов на ваши вопросы ответить. ремаркетинг это когда один раз пришел по рекламе ВКонтакте. По поводу мейла скорее всего нет. Она будет преследовать рекламных блоках. рекламных блоках, размещены на сторонних сайтах. В частности может быть и на авито. По поводу настройки ремаркетинга. Сейчас я в текущем занятии специально не выводил какую-либо информацию по настройке. Подробную информацию будет отдельной инструкцией. Она естественно будет. Соответственно она будет по типу той, что по директору. Соответственно эту инструкцию я вам дам и можно самостоятельно делать. Нет, Максим, он не на будущее. То есть смотрите, изначально проще всего ремаркетинг сделать на всех посетителей вашего сайта. То есть вам в день зашло 100 человек, в дальнейшем ремаркетинг рекламы будет показываться на эти 100 человек. Вы можете поставить срок, в течение которого эта реклама будет показываться день, пять дней, сто дней, год на ваше усмотрение. Соответственно в неделю вам зашло тысячу человек. За неделю тысячу человек показывается данная реклама. И вот так потихонечку рост аудитории идет. Потом в дальнейшем, когда уже пойдут заказы, вы можете давать ремаркетинг рекламу уже по конкретным более жестким условиям. Допустим, сошел в корзину, но не начал заказ. Начал заказ, но начал оформлять заказ, но до конца его не оформил. но поначалу проще сделать в том виде, который описал. Показ бесплатный за перекос. Это как контекстная реклама, только за переход оплаты. Элеонора, цена тут очень индивидуально, объединяется и опять же деда, честно вам признаюсь. Для ремаркетинга в фейсбуке там группа создавать не надо. Надежда, в фейсбуке ремаркетинг не трогал, честно говоря. Я больше по российским системам. Инструкция по ремаркетингу не переживайте, я все выложу. Все. Можно будет самостоятельно при желании все это сделать. Это, поверьте, мне очень просто. Я до сих пор не знаю, почему много не вспомнить за месяц два три. Ну, пожалуй, единичный случай были, которые использовали. в том числе случаев они даже знак не знают. Хотя инструмент безумно мощный. Так, хорошо. Теперь я хотел вам еще сказать следующий момент. Пожалуй, еще один способ, который многие забывают. Способ, который многие считают не подходит на этапе запуска магазина, но тем не менее способ крайне действенный. Речь идет о простейшем email маркетинге. Мы его, безусловно, будем этом тренинге еще рассматривать. У нас будет отдельное занятие по email маркетингу. он будет 28 мая, память не изменяет, в четверг. У нас две недели, они будут очень насыщены. Перед вами простейший пример email маркетинга, который начинает свою работу, грубо говоря, с момента своего первого размещения. Видели когда-нибудь такое? Наверняка ведь, да? Скажите, пожалуйста, кто видел? кто оставлял свой email? А email свой оставляли? И заказ, наверное, даже оформили, да, Артем? Вот, вот, все правильно. Видела, она мне оставляла скидков. Вы заказали. Вот вы только что сами лишний раз подтвердили всю мощность этого инструмента. И суть его в том, что есть люди, которые действительно некоторые выбирают по цене и жаждают получить какую-то, пускай, небольшую, но все-таки скидочку. Соответственно, мы можем подготовить простейший баннер, который позволяет дать скидку, может быть, это будет не 500 рублей, потому что 500 рублей для многих довольно-таки такая весомная скидка, но 300 рублей будет уже весьма неплохо. В качестве примера могу вам привести интернет-магазин цветов, где трафик был и есть, сейчас уже больше, правда, на тот момент было порядка 300-400 человек в день, петербургский магазин цветов, по доставке цветов. Вот, и мы там разместили примерно такой же баннер, который вы видите на своем экране. При трафике 300-400 человек это дало дополнительно 7-8 заказов в день. 300-400 человек 7-8 заказов в день, только с этой штуковины. Это один из примеров, примеров на самом деле гораздо больше, и эти примеры будут подробно рассказаны и показаны в занятиях по email-маркетингу, там прям из первых рук вы все узнаете, и это то, про что, то есть, я вам говорю специально для того, чтобы вы с большим интересом дождались этого занятия и увидели всю мощь email-маркетинга. То есть, многие как считают, так, ну вот я вот годик может быть поработаю, соберу 2000 email, и потом-то я вот рассылочку по всем-то и устрою, что мало не покажется. По факту, это нифига неправильный подход, потому что, когда вы будете год работать, собирать эти 2-3 тысячи email, к тому моменту 1800 email, которые сделали у вас заказ в месяц лишний назад, про вас уже давно забудут, и пометят ваше письмо как спам, и будут вам санкции со стороны системы, которая в эти письма рассылает. Ну и дальше там вас забанят, базу свою скорее всего заблокируют, ну и со всякими другими негативными последствиями. Поэтому я крайне рекомендую с момента старта увеличения графика в ваш интернет-магазин сразу размещать подобный, может быть, не баннер, вот в том виде, который вы видите, который всплывает над сайтом. Это может быть просто баннер где-нибудь, если мы говорим о шаблоне, который дается в рамках тренинга, то, допустим, в левой части сайта, в левой части сайта, чтобы вам правильно было видно, и под, допустим, под меню каталога. Можно разместить вертикальный баннер, где будет также предложено поставить свой e-mail и получить приятный бонус. Как это еще может выглядеть? Это может быть еще выглядеть вот так. Может быть, некоторые так захотят сделать. Опять же, в левой части сайта под каталогом, если он у кого-то еще остался, там можно разместить группу закрытых распродаж. Вот вспомните теперь, довольно-таки часто интернет-магазины предлагают подписаться на новости, получать скидки и, возможно, что-то еще. Какая у вас мотивация на подписку на новости магазина? от нуля до десяти баллов. Можете написать? Ну, у кого-то один. А вот теперь посмотрите на тот текст, который написан у вас на экране, хотя по факту может рассылаться все то же самое. Какая мотивация у вас подписаться в виде такой текст? Особенно хочу у девочек спросить, потому что они в этом плане более импульсивны. Так, у кого-то единичка, троличка, пятерочка, ноль, подозрительно, ноль, наверное, ноль один. Это мы по десятибалльной надежде считаем? Смотря какой сайт. Ну, понятно, смотря какой сайт, это скриншот с магазина косметики. предыдущая была лучше. Да, но смотрите, здесь я то и задержки говорю, не могу понять. Не без задержки говорю, все хорошо. Здесь, понимаете, немножко разная направленность. Первый баннер, который вы только что видели, на предыдущем слайде, давайте я верну его, вот этот баннер, он рассчитан на тех, кто хочет вот прямо сейчас срочно купить, чтобы не откладывая купить прямо сейчас. И действительно, работает очень хорошо. Такое сразу предложение, и оно эффективно. А подобные группа закрытых продаж, она работает для тех, кто купит единожды и хочет дальше получать постоянные скидки в этом магазине. Промо-коды, различные специальные акции. То есть ключ здесь, понимаете, не в том, что он подписывается, а ключ в том, что вы в одном месте собираете людей, которые хотят у вас именно купить товар. Не просто почитать про него, узнать, что-то интересное, а именно купить. Они ждут предложения, ждут скидок, ждут распродаж, ждут еще чего-то. И учитывая, что они подписываются на эту рассылку с желанием купить товар, у вас, с вашей стороны, не будет ничего зазорного в том, чтобы вы слали именно предложением купить, 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 купить. Кто, возможно, читал про email-рассылку, никому неоднократно слышал, что email-рассылка очень важно давать полезный, интересный контент. И постоянно нельзя продавать аудиторию. То есть нельзя долбить их постоянно распродажами, купи, 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 купи. Вот это правило не работает в данном случае, когда есть подписка на рассылку, которая подразумевает именно покупку. Это может быть группа закрытых распродаж, это может быть клуб различных, не правильно сказать, не клуб, по интересам, потому что это не совсем то, а клуб, ну вот как Александр хорошо написал, что он психология доступ к дефицитам, возможно, доступ к товарам по клубным ценам, может быть, как это так, то есть доступ к товарам, которых нет на сайте, еще что-то. Но это можно обыграть различными способами, и самое, что важно, самое, что важно, всю вот эту рассылку можно сделать в единстве, загрузить ее в базу, и она будет автоматически рассылаться тем людям, которые будут на нее подписываться, то есть определенная серия писем. Вот кто, допустим, подписывался, но у меня на сайте на рассылку, все то же самое, вам идет определенная серия письма, которые я изначально давно еще загрузил, которые сейчас я много перерабатываю, и люди отвечают на эти письма, люди их открывают, я задаю людям там вопросы, они получают ответы на эти вопросы, вот, и как раз таки, вот, понимаете, начинается такая уже контакт с аудиторией, и вам также будет писать. Ну, ладно, что я сейчас рассказываю, все это подробно будет с примерами и с различными вариантами реализации рассказано на занятии 28 мая, все правильно, в четверг, не изменяется, да, в четверг, за два дня до встречи в Москве. Вот, дальше. Собственно, мы с вами рассмотрели все самые основные моменты второго быстрого, хорошего способа привлечения покупателей и получения продаж. Помимо этого, мы не забываем, что у нас еще есть внутренняя оптимизация сайта, которая дает свои результаты, но отложенные во времени. Кто уже начал внутренний сайт оптимизировать и наполнять его? Ну, ее уже должны были начать. Вот. Один Николай, больше никто. Александр. Ну, да, по тематическому игру я это имею в виду. Да, 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 да. Все правильно. Да, наполняйте, наполняйте. Результат вот этой работы, от вот этой внутренней оптимизации вы объективно начнете получать месяца через три, четыре, пять, возможно, месяцев. То есть, здесь какого-то мгновенного результата вы, конечно же, не получите. но вы как фундамент докладываете, как раз я уже говорил, фундамент докладываете вашего магазина, и вот это как раз таки является одним из самых важных показателей будущей успешности именно с точки зрения представления в поисковых системах. Вот. Так что, если вы прям, то есть, не нужно ожидать, что вы сейчас делаете, через месяц вы будете в топе по каким-то, пускай, небольшим, но запросам. Со временем все это придет, не переживайте, потому что я вот смотрю по участникам, допустим, тому же предыдущего дайдера, который в очереди прошел, у них, ну, процентов, наверное, у 70, кто хорошо сделал внутреннюю оптимизацию, вот у них уже идет реально конкретный трафик из поисковых систем, пускай по дискочастотникам, потому что времени еще совсем много прошло, но тем не менее результат он есть. Так что, это то, что я хочу за вас занести. Теперь, друзья мои, мы перешли к самому интересному, а именно, давайте расставим приоритеты. Что вы поставите на первое место, что на второе, что на третье? Я хочу услышать вашу точку зрения, а потом сравним с тем, что вы увидите на следующем слайде. Все сразу, давайте в один комментарий первое место, второе место, по третьей местной. Приоритеты по привлечению, да, все правильно. Вы узнали несколько способов, несколько у нас рассмотрели еще до этого, там, в соцсети у нас были, помните, Как будет вы для себя лично расставили приоритеты? Директ, ремаркетинг, емейл, агрегаторы. Ага, Александр, что это? Еще кто? Охренеть. Директ, ремаркетинг. Вот подход, Элеонора, не совсем правильный, все сразу нельзя, нужно по шагу ловиться. Внутренняя оптимизация, аналитика, директ, соцсети, контекстная, директ реклама, агрегаторы, ремаркетинг, директ, авито, инстаграм, и все остальное. Александр, первый раз вы были ближе к эстине, честно признаюсь. Директ, ремаркетинг, соцсети, эмейл, Владимир, очень близко, очень близко. Вот вы с Александром ближе всего сейчас. Соцсети, директ, эмейл, маркетинг, товарки, SEO, еще эмейл. Что ж, я очень рад, потому что большинство из вас в нужном направлении. SEO, яд, агрегаторы, соцсети, ремаркетинг. Григорий, почему SEO на первом месте? Скажите, пожалуйста, директ, агрегаторы, ремейл. Большинство из вас директ поставили на первое место, что, в принципе, очевидно. Смотрите, я вам сейчас покажу, как я оставил приоритеты, будучи на вашем месте. Я бы, будучи на вашем месте, двигался именно по такому боку. Смотрите. Вот так. На первом месте контекстная реклама. Не имеет значения нигде, будь то директ, будь то футборцы, будь то бегун, еще где-то не имеет значения. Это самый простой, самый быстрый, но при всем при этом один из самых дорогих способов привлечения целевой аудитории. Потом ремаркетинг, в силу того, что его настроил, все, он работает. Дальше. Простейший имейл-маркетинг, опять же, в силу того, что его настроил, все работает. Дальше. Тут, видимо, уже в четвертом пункте идет постоянная работа по внутренней оптимизации, то есть, заполнение карточек товаров, возможно, наведение блога какое-то, если кто, у кого время будет этим заниматься. новой категории, развитие ассортиментов, про что тоже не стоит забывать ни в коем случае. Потом, пятый пункт, агрегаторы, авито и все остальное. И вот вопрос, а куда бы вы поставили соцсети в среде вот этих семи пунктов? четвертый, между третей и четвертой, я бы самым на самом верх, нулевой, 1, 2, 3, 4, 7, ответ на самом деле здесь такой, что соцсети я в принципе не ставил бы на какое место в принципе, ну, со своей точки зрения, этим нужно заниматься постоянно. Потому что контекстную рекламу, ремаркетинг, простейший, email-маркетинг, внутреннюю оптимизацию, агрегаторы, первые пять пунктов, по большому счету вы один раз сделали и все, и они работают у вас. А СММ вы не можете один раз делать, он у вас будет постоянно работать, то есть его нужно постоянно развивать. В связи с этим СММ это вот вещь такая, знаете, она больше эфемерная и требует постоянного внимания. Нельзя сказать, что первые пять пунктов не требуют внимания вовсе, но вот если взять ну, как сказать, общие там 100% времени разделить, то на них не будет уходить наверное 30-40% времени после того, как вы все это настроите, потому что там уже место займет скорее всего аналитика всех вот этих результатов, которые вы получите от первых пяти пунктов. Вот, то есть исходя из этого, давайте еще раз повторим по приоритетам. Первая контекстная реклама. Настроили, все, она начинает работать. Помните, что можно настроить сначала на какой-то небольшой кусочек вашего ассортимента, потом постепенно его расширить. Если у вас ассортимент небольшой, то просто сделать сразу на все. Дальше, ремаркетинг. Тут тоже все понятно, сделали, все, он работает. Емейл-маркетинг сделали, все, он работает. Про него мы будем еще очень подробно разговаривать 28 мая. По внутренней оптимизации, это уже у нас тема въезженная вдоль и поперек. Тут, как говорится, вы уже мне больше расскажете про все, чем я вам. Дальше, агрегаторы. К ним тоже подключились. Главное следить, чтобы просто выгрузка нормально работала и товары всех не выгружались. Если что-то пойдет не так, а не сказать, вам просто письма пришлось. И авито. Головито, оно подходит не всем, кому-то больше, кому-то меньше. То есть тут оставляю на ваше усмотрение. В пункте номер 7 я указал все остальное. Я специально не буду вам говорить, что я подразумеваю под всем остальным. В силу того, что всего остального можно решить пунктов на критике и писать, чем там можно заметно как аудиторию попривлекать. Даже вот если вы меня спросите, что там такое находится, я вам специально говорить не буду в силу того, что, во-первых, про это мы будем говорить подробно в мастер-группе, куда вы все абсолютно автоматически попадаете в июле. Вот там это будет подробно рассказывано. И зачем вы бегаете вперед, вам сейчас будет сосредоточиться на вот этих первых пунктах, которые вы видите перед глазами. Вот. Так. Что я еще хотел вам добавить? Так. Собственно, вопросы какие у вас есть? Да. По занятию еще домашнее задание мне осталось вам передать. Я готов сейчас ответить на все ваши вопросы. Про доски объявления маркетинга на площадках. Как сделать сотни эффективных объявлений? Так. Екатерина про доски объявлений, про доски объявлений, про доски объявлений. Вы знаете, здесь сейчас очень сильно уже сточилась антиспамовая политика со стороны того же самого Авито. Авито у нас лидер в этом плане в России. ВСНГ наверное тоже. Поэтому там довольно-таки серьезная антиспам политика сейчас. Поэтому в общем и целом чаще всего этот вопрос решался через Воргзилу. То есть основной момент, который нужно решить. Я, кстати, рассказывал про это уже на первом занятии. Помню, там работа. А, нет, на втором или третьем занятии прокрутировали. Авито, посмотрите, там про это очень много было сказано. Но суть там в том, что нужно решать вопрос связанный с загрузкой объявлений и привязки телефона к вашему аккаунту потому что там идет через телефон и очень сильно привязка к ним смс-ки куда нужно вводить и так далее. Вот этот вопрос если вы решите вы поднимали к каким-то занятиям то в принципе может быть. А так как делать объявления на какие товары мы обсуждали на этапе тестирования ниши. А механика дальше по продвижению в Авито она такая же. После размещения двух статей сайт упал в первый строчек на вторую страницу в Яндексе все это может быть связано. По тому же самому запросу да, Елена? Вряд ли это связано как-то с размещением статей конкретно. Статья у вас на ником или написаны на ту же тематику что и основной сайт. Вот. Кстати, забегая ворочек вперед на занятие по аналитике мы с вами будем обсуждать инструменты отслеживания ваших позиций в поисковых системах. То есть, как сделать так, чтобы вам каждую неделю приходил отчет, какие места по каким ключевым словам вы занимаете и чтобы вы самое главное видели динамику. Такие инструменты есть и я вас научу пользоваться. Елена, то есть, как долго вы находились на первых срочах? Напишите мне. Про сайт. Как работать с опциями товара? К примеру, разные... А, есть ли у вас, кстати, Елена, еще и подключенный Яндекс. Кокмастер? Про сайт. Как работать с опциями товара? Разные цвета, на выбор не забрался пока. Я вам сейчас дам простую инструкцию именно по опциям. Тут рассказано все очень четко и подробно, как с этими опциями работать. Вот. Прямо с примерами еще. Посмотрите там, пожалуйста, Артема. По директору сейчас есть 20-30 карточек товаров, в которой уже считается средием месяц. Максим, смотрите, бюджет директора, он целиком полностью зависит от тех ключевых фраз и слов, по которым вы хотите давать теклама. То есть давать теклама по запросу купить квартиру, давать теклама по запросу купить чехол для айфона, например, это будет абсолютно разная стоимость. Оба запроса некоммерческие, вот, и стоимость клика по каждому из этих объявлений нам будет никак в разы. Соответственно, есть в Яндекс.Директе сервис, позволяющий примерно отследить, ну, точнее, просчитать будущий бюджет на рекламу. Но сколько уже рекламных кампаний мы сделали, этот сервис, он никогда не говорил правду, он может как сильно завышать, по факту получать это дешевле, так и сильно занижать. Связано это с тем, что некоторые настраивают рекламу качественно и тем самым получают низкую стоимость клика. Некоторые тупо сливают бюджет, как и тот самый, тот, о котором я рассказал, тем самым они резко повышают стоимость клика, и в итоге будто среднее, оно нифига не совпадает с реальной ситуацией при качественной настройке контекста рекламы. Вот. Собственно, исходя из всего уже сказанного, вы можете попробовать рассчитать бюджет, введя туда те запросы, по которым вы хотите давать рекламу, но совпадет ли он с реальностью, никто вам не скажет. По словам Вит, кто на втором месте сидит в России? Не знаю, я, честно говоря, только Вит и рассматриваю. Ну, из рук в руки есть, шанс есть. Но это из рук в руки в силу того, что он недавно рекламу по телевизору гонял. Как понять, какие ключевые слова в каком количестве нужно оставлять на странице товаров? Это нужно делать ручную, Екатерина, смотрите, у нас есть определенное золотое правило. То есть, у нас странички товара, у нас в описании товара должно быть одно прямое вхождение названия товара, одно частичное вхождение названия товара. Делать это нужно вручную, ну, или с помощью аутсорса какого-то, если мы говорим по описанию товара. А так, этот вопрос очень подробно нас был рассмотрен в занятии по наполнению этого магазина. так, ага, первая группа позиция 2 месяца, за подачи заявки делится аудит аудит делится до одной недели. до 5 рабочих дней совсем точнее. Так, Елена, я вас понял. веб-мастер у вас подключен, скажите, пожалуйста, как интервелировать в сайт размерную таблицу соотношения европейских товаров к российским. Некоторые просто делают сприншот, ну, то есть, картинку отношения европейских, соотношения европейских товаров к российским и вставляют в описании товара. Купить многоразовый подгузник это прямое вхождение, а частичное такое должно быть. Например, купив подгузник для многоразового использования. Вот это уже может быть получастичное хождение. Посмотрите, Татьяна, примеры их, прямо так в гугле видите прямое частичное входение. вхождение, в чем разница. Кроме всего, в той инструкции, которую вконтакте выложено по продвижению сайта, там тоже, в частности, затрагивается этот момент. Так, давайте я вам домашнее задание покажу сейчас, которое нас вам и ждет. Тамашнее задание на самом деле довольно-таки интересное. Так, сейчас я вам немного закручиваю. Вот. учитывая, что домашнее, что у большинства еще сайты не готовы, то нужно в первую очередь доработать сайт для окончательного запуска рекламы. Вот. То есть, делайте сайт, отправляйте заявку на аудит. Вот. Если заявку отправляете до июня, то еще лучше, потому что, скорее всего, я успею до июня вам все сделать, и потом уже можно будет подходить и поставить к рекламе. Вот. То есть, если у кого-то сайт уже готов, то есть такие люди, то вы можете уже, в принципе, сейчас отправлять заявку на аудит, как это делает Елена. И дальше уже мы перейдем непосредственно к рекламе. Сколько стоит настроить контексту рекламы? Андрей, все зависит от, еще раз говорю, все зависит от вашего ассортимента. Вот количество ключей, которые вы хотите использовать. Единой цены здесь нет у нас. Напишите в техподдержку, вот, и там уже более детально разберемся. Если я уже собрала пул ключей через Магадан, то дальше можно это выразить, например, Russian Analytics. Это стандаризация минус ручной чистки. Потом основу задумать классы, заполнить категорию под категорию странички товаров. Да, Екатерина, прямо по полочкам все равно же. Это, я, судя по всему, понимаю, вы как раз киту инструкцию прочитали, А в домашнее задание выкладывайте абсолютно любые вопросы на любую тему и я вам помогу ответить на эти вопросы. Любые вопросы абсолютно. У многих сайты. Да, некоторые мы уже рекламу делаем. Некоторые мы уже сделали даже. Правильно ли вы сделаете категорию таким образом? Детская комната, категория, клея игрушек, категория корзина. Павел, все зависит от вордстата. Помните, вот симметрического ядра. Ориентируйтесь на него. Нужно смотреть по количеству запросов. Павел, в первую очередь, опять вордстат или тот же самый Макадан или тот же сломый славалюк. С точки зрения логики, ну, как сказать, человеческого восприятия, в принципе, выглядит логично. Надо теперь понять, ищут ли именно так, как вы пишете здесь. Что полагается платинам участников, особенно пендель, когда вы найдете? Особенно пендель не дали в том, что осталось две недели до конца тренинга и месяц до окончания доставления услуг, которые даются в рамках первого тренинга. Соответственно, время, время, время. Напомните, пожалуйста, адекватный сервис для проверки мюникальности текста. Ольга, есть сервис, который называется, программа, точнее, который называется «Адекватный сервис, флаги, артус». Программа бесплатная, скачиваете, вставляете текст, и она вам показывает мюникальность этого текста. Почему-то мы готовы работать, в режиме открывая тишина. Здесь я, к сожалению, вам не могу помочь никак. В чем принципиальное различие семантического ядра сайта. Зачастую, как вам правильно сказать, я сейчас сходу не могу повести в роман пример, но разница есть с той точки зрения, что в семантическом ядра для контекста чаще всего используется коммерческий заброс со словом «купить», то есть подразумевающая тюрьминую покупку. В семантическом беде для сайта там больше используется рекламационные запросы не всегда коммерческие запросы, так вам скажу. И поэтому это, пожалуй, одно из самых основных. Так, не записал замечания практически. Вы можете видеть. Хорошо, Павел, выключите, посмотрим. пару минут быстрее видео идет, возможно, но сейчас все равно уже скоро запугляемся. Манго телеком или на посмотреть тоже ничего. В принципе, у них более мощный бэк-офис, вот, и сами по себе они, довольно-таки, крупная компания и по поводу стоимости вам сходу сейчас не подскажу. У вас, да, был вопрос касательно падения позиций в поисковой системе? Ну, тут нужно смотреть Яндекс. веб-мастер, потому что там можно отследить положение ваших запросов в поисковой системе, вот, нужно смотреть динамику, как вы росли или падали, потому что там есть информация, вот, и выдача порой может колбасить, особенно если производится очередное обновление поисковой системы, часто бывает так, что сайты начинают скакать, улетают, могут там за первую сотню улететь, потом обратно возвращаются в топ, вот, так что нужно, чтобы был Яндекс. веб-мастер и крайне желательно, чтобы был еще сервис по отслеживанию позиций по основным ключевым словам, про это мы будем говорить ровно через неделю, вот, но если кто-то хочет забежать немножечко вперед, то посмотрите в сторону вот этого сервиса, там все очень подобное сказано, мы будем более подобное разбирать через неделю. При наполнении карточки товара и ключевиков админируется на ваш стат со словом купить или как подбирать. Татьяна, со словом не всегда вы найдете готовые запросы для карточки товара, тем более со словом купить, иногда бывает, что и без слова купить-то запросы отсутствуют таковые, то есть, как бы они есть, но и статистика просто не выводится у того, что их очень-очень мало, единицы, десятки максимум. Соответственно, я вам рекомендую ориентироваться на Вордстат и без с ними купить. Опять же, мы это очень подробно обсуждали на занятии про наполнение магазина, там прямо по полочкам все разложили, как симметрическая ведрова связана с наполнением сайта. Вот. Следующее занятие у нас с вами будет по привычке во вторник, через 3-4, через 4 дня получается, там можно будет опять же задать все вопросы. Следующая проверка домашнего задания у нас будет четверг, там опять же можно будет задать все вопросы. Друзья мои, пожалуйста, торопитесь, торопитесь, всем волшебный пендели дать невозможно, но просто времени остается все меньше и меньше. Вот так свободно пообщаться, не задать вопросы, у нас еще с вами две недели. Вот. Потом после этого мы продолжаем настройку сайтов, вот, настройку рекламы и предоставление всех оставшихся услуг, вот, но вот таких, так сказать, способов просто поболтать и ответить на все вопросы у нас нет. нет. Вот, поэтому торопитесь, используйте возможности текущего тренинга по максимуму. Я целиком полностью для вас открыт, у меня нет сейчас никаких других проектов в роликах тренинг, вот, поэтому пользуйтесь этим. Пользуйтесь этим. Вот. И я с нетерпения ждать и с вами 30-го и 31-го мая. В принципе, если вопросов больше нету, да, можно вам так сделать, но стоит ли, позвольте. Что ж, тогда получается, до вторника. Всем большое спасибо за занятие, спасибо большое, что пришли. Сегодня все-таки 40-45 человек, практически 50 даже в пике, и это хорошо. Спасибо, что не забываете, спасибо, что приходите. Всем искренне желаю хорошего, хорошего дня, хороших выходных, вот, и я еще некоторое время буду находиться в скайпе, и там можно будет некоторые вопросы задавать в случае необходимости. Ну, я имею в виду в общем чате, естественно. так, так, да, Артем, ну, опять же, в течение месяца тренинга. Побольше, побольше пинделей, хорошо, 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 хорошо договорились. Буду, буду стараться, просто очень много, вот именно, знаете, индивидуально работы, вот, все индивидуально, вот, так что, может быть, поэтому мы, Алексей, на себе это не прочувствовали. Спасибо большое еще раз всем, всем всего хорошего, всего доброго, до новых встреч, вот, и большое спасибо, то, что пришли сегодня на занятие. Всего доброго, субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok